Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет департамента аналитики и контроля Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит директор департамента Николай Макаганюк. Пожалуйста, вам слово. Основными заданиями департамента есть действие державного контроля за додержанием законодательства про управление и занятость наследования. Территория и место Одессы у порядка в установленном законодательстве. Проведение аналитичных исследований и контроля за реализацию основных направлений стратегического развития города. Реализация поставленных заданий обеспечивается шляхом проведения заходов контроля в форме специальных обведений, проведения мониторинга и анализу деятельностей виконавчих органов и коммунальных предприятий в установке до эффективности их деятельности, мониторинга и здействия за доручением мського голови и его заступника, анализу показников заработной платы и своя частность на свои выплаты. Что до проведения контрольных заходов, инспектора праці Департамента литики контролю в Минской Раде проводят заходы контролю в форме специальных обведений в трех основных вопросах. В своей частности, в томом обществе оплаты операции, дотримание минимальных социальных гарантий, оформление трудовых отношений, працівник не может быть допущен до работы без укладания трудового договора, оформленного наказом или распоряжением властника, або повноваженного ним органу, та поведомлением до Державной официальной службы. Представ. Представами для зрознимости инспекційных регионов сведулення працівника про порушення стосованного моні呆� законодавства про праці, звездення фізичної особи, стосовно якої порушено правило оформлення трудових відносин, рішення керівника органу контролю про проведення инспекційних відбідувань, рішення суду, поведомлення посадових осіб, органів державного нагляда, правоохоронних органів, про выявление в ходе виконания ними повноважений о знак порушения законодательства про працию щодо неоформлення порушения порядка оформленных трудовых взносов. Информація Держстату, Державной податковой службы, Пенсийного фонда Украины и их территориальных органов. Информація профспитковых органов о порушении права працанков, которые есть членами профспитки. Доручение премьер-министра Украины, звернение Уповноваженного Верховного Ради с прав людьми, запитом народного депутата и невиконание вимог припису инспектора працы. Всього за 2020 рік було проведено 45 контрольных заходів за зверненням працівників та фізичних осіб щодо порушення засоблених законодательства про працию. 273 контрольных заходів за рішенням керівника про проведення інспекційних відвідов. 16 контрольных заходів за інформацію Держстату та її териториальних органів про наявленість заборгованості з виплати зародні плати Державної федесториальної служби та її териториальних органів та Пенсийного фонду України. 46 перевірок суб'єктів експередування з питань дотримання законодавства про зайнятися населення, а саме про неподалення останньої звітності форми 1ПА. 14 інспекційних відвіднень за дорученням прем'єр-міністра України з питань дотримання законодавства про працю в частині нарахування та виплати зародні плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняти на роботах з ліквідацією гострої респіраторної хвороби COVID-19. 3 інспекційні відвіднення за інформацією про спількових органів, про порушення прав працівників, які членами є профспілки, та 5 контрольних заходів з підставами не виконання вимог припису інспектора праці. Незважаючи на карантинні обмеження, інфекційні відвіднення департаментом не проводились з 2-ї половини березня по 2-ї половину червня, а заходи з питань легалізації з 2-ї половини березня по серпень 2020 року. Загальна кількість проведених контрольних заходів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком збільшилась в два рази, або на 204 контрольних заходів. Натомість в цей період спеціалістами департаменту було посилено інформаційно роз'яснення на роботу серед суб'єктів господардування, які використовують найману працю, щодо не припустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. Це сприяло належному оформленню трудових відносин між 161 працівником та работодавцем. З загальної кількості заходів контролю, проведених за інформацією Держстату, Державної фізіальної служби та Пенсійного фонду України, 10 з питань за обогонуваністю з випадки заробітної плати і 6 з питань отримання мінімальних державних гарантій з випадки праці. За результатами таких перевірок надано 10 приписів правоосуднення в порушень, направлено на розгляд до суду 5 справ про адміністративні правопорушення, застосовувані штрафні санкції на суму 15 тисяч гривень, направлено відповідною інформацією по двом підприємцям-бажакам до Національної поліції. Порушень у нарахуванні заробітної плати у розмірі меншого законодачу встановленого мінімум протягом 2020 року не встановлено. Станом на перше, на перше 2021 року заборгованість з випадки заробітної плати мають 8 підприємців-бажників на загальну суму 34 млн грн. З них найбільше підприємство «Банкрут» це ПАТО «Децький нафтопровольний завод» майже 31 млн грн. У порівнянні з початком року заборгованість з випадки заробітної плати збільшилась на 1,9 млн грн. або на 6%. У порівнянні з грудня 2020 року зменшилась на 5 млн грн. або на 13%. За структурою заборгованісті 92 високі заборгованісті припадають на підприємства «Банкрут» Повністю в кінці 2020 року погасили існуючу заборгованість з випадки заробітної плати наступні буржники Державний регіональний проєкт Новошкольний інститут «Уперпівдень-Дніпроводгосп» 0,8 млн грн. та ДП «Український молодий центр «Дичайший членцентр Молода Гвардія» 4,6 млн грн. За результатами проведеної роботи регіалізовано 54 робочих місця в результатах перевірок та 161 працівник за результатами інформаційно-роз'ясненої кампанії Виннесено на 32 постанови про накладення штрафів за порушення законодавства про працю на загальну суму 2,2 млн грн. Добровільно сплачено штрафів на суму 274 тис. грн. Всього по 13 постанови Слід відмітити, що вона також сплачувалася добровільно в розмірі 50% від накладного штрафу, так як законодавчо визначено 50% оплати протягом двох тижнів. Надовно 17 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю за фактичне допущення до роботи працівників без оформлення трудових відносин фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощенні системі оплатикування та на планенні до суду відповідні протоколи по частині 3 статті 141 КУПАП. Складно передано до суду 72 протоколи про адмістинені правопорушення відносно посадових осіб суб'єктів господарської діяльності, за результатами розгляду яких винесено 41 постанову про адмістинені правопорушення на загальну суму 102 тисячі гривень. Також у 2020 році до бюджету міністерства надійшли кошти у сумі 122 тисячі гривень, сплачені за винесеннями постановленнями минулих років. Крім того, вже в січні 2021 року було сплачено 80 тисяч гривень за постанови, винесеними за результатами інспекційних відвідненням в грудні 2020 року. Щодо судової роботи департаменту за 2020 рік, департамент приймав участь у 22 судових справах, зокрема, 19 адміністративних справах, 1 цивільній і 2 господарських справ. Крім того, 19 адміністративних справ перебували в судах першої інстанції на суму 1,4 млн грн, апеляційні інстанції на суму 28 тисяч гривень і констанційні інстанції на суму 2,2 млн грн. Адміністративні справи, за якими було прийнято рішення користи департаменту та набрали законові сили, знаходяться на підсумовому виконанні в органах державної виконавчої служби на суму 798 тисяч гривень. Стягнуто до місцевого бюджету 111 тисяч гривень із адміністративних справ, за якими судами були прийняті рішення на користь департаменту, що набрали законові сили та знаходяться в примісловому виконанні. Крім того, департаментом було розглянуто 140 звернень громадян, з них 40 запитів про дослід до полічної інформації. Надійшло вхідної кориспіденції 1400 листів. Порівняння з 2019 роком збільшувалася кількість вхідної кориспіденції на 38%. 94% звернень це звернення з оплати праці та заробітної плати. Також на даний час було продовжено перевірку штатних розписів комунальних підприємств міста і додатків до них, в тому числі, з питаннями дотримання не мій норм чинного законодавства про оплату працю. Порівняння інформаційно роз'яснення роботи з отримання законодавства про працю та зайнятися. Охоплено майже 1400 та суб'єктів господарування. Проводиться консультування працівників та безробітних осіб, які перебувають на обліку в Одеському міському центрі зайнятості щодо процедури офіційного оформлення трудових відносин, прав та обов'язків працівників та роботодавців, мінливості економічних та інституційних переваг використання незадекларованої праці, негативних соціально-економічних наслідків тієї нової зайнятості, штучної мінімалізації заробітної плати, робочого часу, тощо. Надано 210 індивідуальних консультацій, прийнято участь у восьми інформаційно-консультивних заходів для безробітних осіб, постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою обвиплати заробітних плати, за станом погашення заборгонців та виплати, аналіз контрагентів, з якими кладеться прямідео-гровина до порогової суми, що не вимагають проведення тендерних процедур у галузі освіти, фізичної культури та спорту. Також, щодо аналітичної роботи департаменту, постійно проводиться аналітична робота з питань пошуку додаткових резервів до наповнення бюджету міста Одеси, аналіз контрагентів, з якими кладуться прямі договори на до порогові суми, було проведено аналіз 792 тендерних процедур та проведено 327 контрагентів, аналіз питання реалізації засобів індивідуального захисту, моніторинг ринку засобів індивідуального захисту з засобів медичного використання і медичного обладнання тощо необхідне для заповнення ліководування респіраторної господарі хвороби COVID-19, аналіз доходів та витрат великих міст України, прозорості місцевих бюджетів, надходження відсплати місцевих податків зборів, реалізацію цільових програм підтримки в соціальній сфері тощо, аналіз закупівель у сферах освіти та охорони здоров'я міста Одеси, аналіз ефективності діяльності комунальних підприємств перед захистом їхніх фінпланів аналіз опції фактичного посаджування електроенергії, наявності відсутність заборонності за відсплати до заповнення електроенергії комунальні пусту нова місця, тощо. Дякую за увагу. Дякую. Спасибо большое. Есть вопросы? Добрый день, Евгений Коган. У нас ще буде нескільки вопросів. Первое. Ну, в первых, є претензії от журналиста по поводу информационного насыщення вашої таблики, как говориться, странички на сайте Одесского городского совета. Там за этот год у вас 6 сообщень. Ну, как-то для такого департамента, который занимається такой важной работой, это существенно мало, а фактически не по сути вашей работы. Прошу принять это, так сказать, претензию, которая носит мою особистую думку. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, по зарплате пока и по занятости, потом уже ко второму, так сказать, по аналитике и контролю вернемся. Скажите, пожалуйста, в принципе, по средней заработной оплате в Одесі, как она коррелирується с заработными платами и средним в других городах-миллионниках. Я объясню, почему. Потому что, по крайней мере, на уровне области говорится, что у нас мы находимся или на 13-м, или на 17-м месте. Такие мы, такие мы. И если бы, как говорится, в Одессе была средняя заработная оплата по Украине в Одесской области, то тогда у нас был бы второй бюджет развития среди областей Украины. Середняя заработная плата у нас на майже 10 тысяч гривен, она действительно, если по области, то на 13-м месте, по местам трешки выше, чем по области. А однако... Я хочу сравнить Одессу с городами Днепр, Днепр, Харьков, Киев, Львов, с которыми можно сравнивать, которые, так сказать, будут... Будем, порівняемо, но там у вас есть... А вы такой аналитики не сделали? Нет, потому что среднюю зарплату неможливо вплинути в ходе переверки, если есть зарплата. У нас, законодавча, выяснила минимальная заработная плата. Минимальная заработная плата по рушению не установлена. Среднюю заработную плату, если вам так и надо, надайте нам письмо запись. Мы порівняем их с местами Днепр, Львів, Киев, Харьков и на Домовом, то есть. Я почему? Потому что ваша функция аналитики и контролю... Аналитики меня очень, как говорится, воодушевляет. Поэтому вопросы у меня будут в основном по этому. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, то, что сегодня работа уходит на... Так сказать, будет осуществляться в основном дистанционно. Как это повлияет на заработную плату? Как это может повлиять на уровень поступлений в городской бюджет? Дистанционно оно никак не повлияет. Повлияет, если будет полностью приостановлена работа. Потому что тогда человек не будет осуществлять свой труд, не будет получать за это заработную плату. То есть, если полная приостановка, когда там был период, предприниматели вообще освобождали еще от оплаты некоторых платежей в бюджет. существенно... Я просто сравниваю с... Сейчас у нас идет по плате труда идет выполнение пока. Потому что идет постоянный рост минимальной заработной платы. То есть, если она была 4 тысячи гривен, там 4,5-5, сейчас уже 6 тысяч гривен. То есть, за счет этого, в принципе, идет выполнение бюджета. Хорошо. Тогда скажите, как на Одессе сказалось последствия пандемии ковида? По поступлениям, по развитию бизнеса, закрытие бизнеса происходит. Что происходит, как в этой сфере делается в городе? Последствия сказались на всех городах. В принципе, идет постоянная поддержка, общение с бизнесом, постоянные встречи. это не наша компетенция по поводу того, что проводить с ними эти общения. То есть, есть такое, проводится. И особо то, что прогнозировали, даже выполнили больше поступления, чем было прогнозировано. Потому что действительно было несколько раз отдауны приостанавливая всю работу и все остальное предприниматели работают максимально. Да, туризм упал в прошлом году. Поступления были меньше. Это не настолько критично. Ну, поступления всяких, как говорится, развлекательных и прочих, прочих заведений. Как оно было вообще минимум? Вот я про это, как говорится. А какие прогнозы? А как же тогда будем говорить, если, в общем, Это прогнозы по всему миру. Это не только... Нет, план был выполнен. Начали бы, план был занижен. Если, как говорится, и такие важные для Одессы отрасли, как говорится, не принесли ничего. План был не занижен. План считается по анализу трех последних лет. Там все идет расчет по формулам. Согласовано с Минфином и все остальное. План не может быть. Если идет невыполнение плана на больше, чем 10%, то пересматривается бюджет. Если идет перевыполнение плана на больше, чем на 10%, потому что есть какие-то дополнительные поступления, то тоже пересматривается бюджет. И план не будет перевыполняться на максимум, на какие-то это. Он идет в пределах вот этих процентов повышения и понижения. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я читаю пункт 2.1.2 по положению про департамент. Там написано «Проведение аналитических исследований и контроля реализации основных направлений стратегического развития города». Будьте любезны про это направление деятельности вашего департамента. Расскажите подробнее. Подробнее мы осуществляем мониторинг, анализ деятельности исполнительных органов коммунальных предприятий и организаций с основным проведением их закупок, осуществления их расходов и всего остального, заработной платы. То есть это наши внутренние контроли, которые мы осуществляем за этим предприятием. Аналитические исследования вы сами проводите или вы их кому-то заказываете? Мы аналитические это в прошлый раз было. Мы пока ничего никаких аналитических исследований не заказывали, мы никаких аналитических исследований в этом направлении по развитию еще не проводили. Нет программы утвержденной для стратегического развития. Это экономика занимается, департамент экономики. Есть программа с отличного развития. в этом месте. Хорошо, тогда расскажите о деятельности коммунальных предприятий. Сколько из них прибыльных, сколько из них, какой баланс работы коммунальных предприятий Одесского городского совета? Давайте я вам письменно отвечу на этот вопрос. А можно вы расскажете? Я сейчас не держу в голове сколько прибыльных, сколько не прибыльных, сколько это. Во-первых, они еще не сдали все отчеты годовые. До 28 февраля сдается годовой отчет. После 28 февраля я вам назову, какие из них прибыльные и какие не прибыли. Потому что очень повлиял COVID. Речь идет о коммунальных предприятиях. Коммунальные предприятия отчеты дают в 28 февраля. А можно по итогам 9 месяцев можете что-то рассказать? Это же тоже есть такая форма Не держу то, что было в октябре не дружу сейчас в голове. Могу писать на вам ответить на все вопросы. Какое прибыльное, сколько прибыли получили, сколько не получили. Мы полностью с ними всеми сотрудничаем, мы пишем им запросы и получаем всю информацию соответствующую. Плюс они все защищают финансовые планы и присутствуют на защите их финансовых планов. Скажите тогда, руководство города эти вопросы вообще не волнует? Если, так сказать, у вас такой аналитики просто нет. Почему у нас есть такая аналитика? Я же говорю, в департаменте экономики мы присутствуем на всех защите финпанов. Есть эти все данные полностью по всем предприятиям. Вам надо, я вам предоставлю все данные полностью. Но я не могу держать 50 предприятий в голове, сколько у кого тысяч гривен прибыль, сколько у кого не будет. tsndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndизndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnd потому что такая ситуация сложилась не только в коммунальных предприятиях, такая ситуация сложилась на всех частных предприятиях, кроме некоторых сфер IT, тех, которые по интернету продают. Это мировая тенденция. Коммунальные предприятия, по-моему, не занимаются. У нас там, допустим, IT-технологиями. Я говорю, в которых выросла прибыль. У нас существенная прибыль в коммунальных предприятиях не выросла за прошлый год. А вообще, как говорится, наличие коммунальных предприятий, оно имеет какую-то экономическую, по крайней мере, составляющую или нет? Есть коммунальные предприятия, которые имеются на полной самоокупаемости, которые полностью содержат себя за счет своих целей деятельности. Есть коммунальные предприятия, которые носят социальную ответственность для города. Это как бы влияет на то, как город относится. То есть, то же самое содержание деятельности ТГО, например, типоснабжения. Если не датировать его, если не давать ему финансовую поддержку, то тариф был бы намного выше. Так он сейчас на таком уровне. Потому что газ все время растет. Если вы видели, что он был 4, 5, 6, 7. Потом до 11 дошел, сейчас опять сделали 7,99. Но это же только сам газ без транспортировки. Сколько у нас вообще коммунальных предприятий в Одесском городском совете? За тот день я сейчас встретил. Скажите, пожалуйста, у вас есть план контроля деятельности департамента, подразделения Одесского городского совета в течение года. Можете вспомнить, какие подразделения, коммунальные предприятия и прочее вы проверяли и какие анализы их финансовой деятельности? Проверяли право, горсвет, сервисный центр, приватизацию, побережье города Одессы, теплооснабжение, Одесспаротрансферы, Одесский местный замокрилятный центр. На полной самоокупанции у нас находится КФ «Право», агентство «Справа Тицца» не получает бюджетные деньги, управляющие компании ЖКС не получают бюджетные деньги, землеприятный центр не получает бюджетные деньги, то есть они прибыльные. Да, есть такие, как горсвет, но они занимаются содержанием, освещением города, то есть они не получают никаких доходов от содержания, то есть они несут просто свои расходы на содержание этих всех светильников и всего остального. Также и сервисный центр, у них есть такие доходы, которые они получают прибыль, а есть то, что они содержат бюветы, фонтаны, которые не приносят никакой им прибыли, то есть это как бы носит социальный эффект. А вот Вы упомянули те спарк-сервисы, это немножко подробнее, если можно, это такая очень злободневная, как мне кажется, тема. Что Вы про это можете рассказать? Ну, парк-сервис в этом направлении как бы движется, делает, в принципе, трасс парковки, делаем, ну, утвердили уже, которые будут штрафовать за неправильную парковку, также парк-сервис будет брать плату за парковки, то есть в центре, в центрической центре города, то есть постепенно это все проходит. Ну, анализ, я так понимаю, так, есть, как говорится, те поступления, которые он мог бы дать, и те, которые он дает, все-таки, как говорится, тут как можно сравнить? Ну, есть много чего, ну, много, что можно было дать, да, давайте сделаем, например, под ТГО, там, тариф заоблачный, и будем тоже получать большие прибыли. Ну, это же не значит, что, ну, мы должны смотреть, то есть постепенно, есть много парковок, которые были оформлены под разными там офисами, под торговыми центрами, под всем остальным, они тоже, ну, не приносят, есть такие, которые оформлены под частными предприятиями, которые, да, есть, приносят какую-то прибыль в город, они приносят только там парковочный сбор, они не, ну, как бы, они еще ходят на частной территории, или там, у них есть отвод, то есть, ну, это все нужно заниматься, да, детально, но эти дети, есть департаменты дорожного хозяйства, то есть, департаменты транспорта, и профессионалы, которые будут, ну, движутся на это время, у них постоянно идет работа там, я бы не скажу, что они стоят на месте. Ну, я хотел бы, в принципе, ну, как услышать примерно так, что, такую, ответ на такой вопрос, насколько те подразделения, которые есть в Одесском городском сайте, используют свои возможности для пополнения городского бюджета, потому что, знаете, как, ну, мы занимались, ну, да, мы разведем руки, а с другой стороны, ну, вот, скажем, насколько сегодня вот начался, ходят эксперты, я хочу сказать, что с каждым годом все усиливается, усиливается работа в наполнении бюджета, всеми подразделениями, все стараются, все работают, ну, как бы, нельзя сказать, что кто-то там сидит и ничего не делает целый год, все делают, все, но есть процедуры, есть согласование, согласование с комиссиями, согласование, чтобы вынести на исполком, на сессию, на все остальное, то есть все делается, ну, постоянно работа в этом направлении идет, всеми департаментами. Мы анализировали работу департаментов, ну, многих по поводу поступления в бюджет, мы выносим предложение, да, ну, когда ты выносишь одно предложение, вроде как бы оно есть, оно уже, вот, можно запустить, запустили его в другом городе, хорошо, потом раз, решение суда, отменили это распоряжение, то есть нельзя сказать, что мы вот сейчас примем какое-то решение по какому-то сбору или налогу, повысим его все остальное, и оно будет действовать. Нет, потому что будет куча исков от разных общественных организаций, которые будут стараться отменить это решение. Через суды сейчас все отменяют. Поэтому все идет, согласование, процедур, два-три обсуждения с общественниками, чтобы потом не было никаких вот этих проблем в дальнейшем. Скажите, вот это только что интересный тезис, вы сказали, что вы готовите хорошие предложения, которые отменяются, а можно конкретику какую-то вспомнить, вот действительно, вот мы предложили это, и вот такая общественная организация подала в суд и отменяется. Я не сказал, что общественная организация, я сказал, что в других городах, например. Ну, к примеру, вот, чтобы просто можно было знать, о чем говорить, не из-за галиток, мы обсуждаем эту тему, а вот конкретика какая-то, если можно. Ну, знаю, скандальное решение от обменения, допустим, потребления газа было. Там где, допустим... Ну, например, в Днепре приняли решение о том, что спортивные школы, художественные школы, музыкальные школы есть и будет льгота талантливых детей, которые будут обеспечивать бюджет. Потому что, например, у них там сколько там, много тысяч детей, которые там учатся в этих школах, они там свое время проводят, потому что родители не могут их забрать 4 часа с этого. И Днепр посчитал, что если, например, город будет содержать, сэкономить там 300-400 миллионов, если будет содержать только талантливых детей, то есть те, которые получат стипендию и все остальное, то есть это 10-15%, которые будут выступать, представлять Днепр на всеукраинской арене, на международной арене, все остальное. А остальные детей, как бы, сделать им хозрасчет, то есть посчитать по минимальной цене, то есть это была бы там небольшая оплата для родителей, там 500-700 гривен в месяц, да, но это были бы большие поступления для этих школ, на их развитие, на всю страну, закупку инструментов, все. Но после того, как приняли это решение с ПКО, потом его решением суда отменили. Потому что, типа, у нас это должно быть бесплатно. Ну, так. Хорошо, скажите, еще такой вопрос. Вот, в принципе, из года в год, насколько я могу судить, честь ли, знаете, городского совета, вот его исполнительных органов только возрастает. Не анализировали ли вы... Основным направлением нашей деятельности, наверное, на 2021 год будет анализирование и оптимизация структуры городского совета. А какие были... А на 2020 год какие были основные направления анализов? Деятельность... Мы анализировали, что я вам сказал, закупки товаров, работы, услуг по топороговым суммам, которые до 50 тысяч, анализировали этих контрагентов, все остальное по сферам всем. В этом направлении... То есть, и говорили, общались с этими, ну, нас слушались, наши... Нас все прислушались к нашим, как бы смотрели все остальное. То есть, потому что эти договора, они заключаются допороговые, то есть, не проводятся тендеры, как бы. И надо так, чтобы это был порядочный поставщик, надо, чтобы это были товары со всеми сертификатами, со всеми вот это все анализируется, обобщается, консультируем мы. Даже по этому поводу мы консультируем все предприятия, которые к нам обращаются, и учреждения города. На 2021 год уже, если так можно спросить, вы какие-то заказываете аналитические исследования в том направлении, то, что я говорил, стратегическое развитие города? Наш департамент не заказывает. А вы не планируете, или вам на это денег не дают? Сейчас такая ситуация? Сейчас именно такая ситуация. Что вот стратегические исследования сейчас не к месту проводить. Есть деньги, которые можно потратить на другие цели. Ну а вообще есть видение стратегического развития города? Я думаю, мы пообщаемся еще с другими департаментами, и также с депутатскими комиссиями. И думаю, что если так нужно, я думаю, что это уже не первый год про стратегические исследования города, и думаю, что мы будем все-таки находить какую-то компанию или проводить конкурс, кто проведет стратегические исследования. Как только я изыщем для этого дополнительные резервы. И как мне говорят, мой крайний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот президент на форуме «Украина-30» заявил о том, что в Одессе будет построена какая-то очень большая марина для, так сказать, яхт, так назовем это, и какие-то изменения будут произведены в Одесском торговом порту. Вам про это что-то известно, и какого рода предложения город вообще готовил или нет? Нет, по порту не готовили, и по яхт-клубам тоже не готовили. Но если будет строиться, то это хорошо, потому что во время строительства создаются новые рабочие места, и потом, когда будут новые предприятия, где будут тоже обслуживающие персоналы, персонал должен быть в этом яхт-клубе. Я считаю, что это нормально. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, в городском пресс-центре «Одессит» состоялся отчет Департамента аналитики и контроля Одесского городского совета о работе в 2020 году. Департамента аналитики и контроля Одесского городского совета о работе в 2020 году.